Новую технику получили сегодня лесничество Хабаровского края. Это 17 машин повышенной проходимости. Их будут использовать для патрулирования лесов. Новые машины поедут туда, где могут находиться незаконные вырубки. Технику уже оценили будущие владельцы и наш корреспондент Марина Нестерович. Новые Соболи оснащены всем необходимым. Для комфортного управления в них есть гидроусилитель руля. Для работы зимой дополнительная система обогрева. Но самое главное, есть возможность блокировки заднего моста. Это поможет машине пройти по заболоченным лесным дорогам и глубокому снегу. Ключи от двух таких новых микроавтобусов получило сегодня Кербинское лесничество. Его сотрудники контролируют Аяномайский и Тугура-Чумиканские районы, а также район имени Полина Осипенко. Всего 28 миллионов гектаров. Работу арендаторов по заготовке древесины. Это РАС-контроль, это лесной контроль, ну и пожарный контроль. И надзор с соблюдением правил пожарной безопасности в лесу. Последнее время лесничеством, особенно в северных районах Хабаровского края, не хватает вездеходов. Так, например, Верхнебуринский район нуждается в снегоходах, а во время наводнений и паводков нужны моторные лодки. Справляемся, но трудно. Нам до этого давали фермеры, на фермерах ездим. Больше приходится ходить пешком. Там, где не можем доехать, доходим пешком. 17 новых патрульных машин приобрели по госпрограмме развития лесного хозяйства в Хабаровском крае. В прошлом году 32 автомобиля Соболь уже были закуплены для лесничеств. Как говорят специалисты, они уже показали свою эффективность. Я хочу привести здесь цитату нашего президента Владимира Владимировича Путина. Он сказал, что Россия – это самое большое государство, обладающее самым большим запасом леса в мире. И лес, его рациональное использование и сохранение – одна из главных задач нашей страны. Обновление и пополнение автопарка лесопатрульной техники обошлось региону в 37 миллионов рублей. Всего в этом году на реализацию государственной программы и средств федерального бюджета выделено почти 50 миллионов рублей. Марина Нестерович, Павел Легалин, Телеканал «Губерния».